Здравствуйте, уважаемые друзья! Прежде всего, конечно же, хочу поздравить всех вас большим и светлым праздником, Днём Победы! Низкий поклон нашим дорогим и уважаемым ветеранам! Сегодня в центре нашего внимания будут матчи уже восьмого тура Беларусьбанк Высшей Лиги. Давайте, как всегда, вначале освежим в памяти ситуацию в турнирной таблице. После двух туров, пятого и шестого, единоличными лидерами были Мазыряне. Сейчас же вновь наблюдаются двоевластия. Славию догнала команда Торпеда Белас. Но назвать позиции лидеров убедительными никак нельзя. Ведь в верхней части таблицы сразу шесть клубов всего лишь в трёхочковом интервале. Перехожу непосредственно к анонсам. Начнётся восьмой тур двумя матчами в пятницу 10 мая. В 19 часов прозвучит первый свисток арбитра в Витебске, где одноимённый клуб принимает сморгонь. Хозяева и их болельщики наверняка пребывают в хорошем настроении. Напомню, во втором туре Витебляне проиграли Мазырянам со счётом 2-3, хотя уже на шестой минуте вели 2-0. Тогда, разумеется, трудно было предсказать, что Славия и дальше будет задавать тот в турнире. А оказалось-то, что уступили подопечные Александра Павлова отнюдь нерядовым соперникам. После того обидного проигрыша северяне в каждом из пяти матчей набирали очки. Три победы, все с сухим счётом, и две ничьи. Причём, в том числе, эта завидная серия включила в себя и поединки с фаворитами сезона. Сморгонцы же проведут уже шестой поединок в гостях. Никто, кроме них, так много нынче не играл в нерадных стен. Кстати, оба матча на своей юности они завершили в ничью, а в последнем из них 0-0 с Днепром впервые в сезоне не пропустили. История противостояния этих клубов в элите насчитывает 8 матчей. В шести из них сильнее были витебляне, лишь в одном их сопернике. А ещё однажды фиксировался ничейный результат. Причём, на своём поле Витебск выиграл все четыре встречи. С общей разностью 10-1. Единственную победу «Медведи» одержали в предыдущей встрече с северянами 16 октября 2021 года перед своими болельщиками со счётом 2-0. А в гостях три года назад они разгромно проиграли 0-5. Следующий пятничный матч Днепр-Минск стартует 10 мая в 21 час. Этим клубам с огромным трудом даются голы в чемпионате. На двоих в суммарных 14 матчах они только 6 раз огорчали оппонентов. Могилевчане и вовсе забили меньше всех. Лишь два мяча на родном «Спартаке» в трёх играх не отличались вообще. Да и встречи с их участием оказались самыми небогатыми на голы, которых было только 9. Ну а минчане, так же как и новополочане, пока в чемпионате не побеждали. Только тренеры столичных горожан давали шанс проявить себя уже сразу трем вратарям. В этом году соперники встречались между собой. 17 февраля «Спарринг» принёс победу минчанам 3-2. А в высшей лиге предыдущие матчи они сыграли в позапрошлом году. Оба раза сильнее была команда Артёма Челединского. 4-2 в гостях. Там хитриком отличился Антон Шрамченко и один дома. Замечу ещё, что перед сезоном из Днепра футбольный клуб «Минск» перешёл защитник Кирилл Забелин. Продолжится восьмой тур тремя матчами в субботу, 11 мая. Так же, как и в двух предыдущих встречах тура, в роли хозяев выступят футболисты команды, которая вернулась в элиту. «Арсенал» принимает слуц. Начало игры в 17 часов. Это будет лишь третий поединок между ними в сильнейшем дивизионе. В 2022-м на поле канониров была зафиксирована ничья 1-1, а в Слуцке победили хозяева 1-0. Гости выиграли два матча подряд, а ведь до того у них было лишь одно очко и четыре поражения подряд. Конечно, особняком тут стоит победа в минувшую субботу над лидером Слави. И, как оказалось, не зря неделю назад я отмечал, сколь неудобный соперник для мазырян Слуцк. На поле этого клуба полишуки еще ни разу не выигрывали. Две ничьи и уже семь поражений в девяти встречах. И еще в тот день случилось сразу три впервые в сезоне. Во-первых, «Сахарные» не пропустили. Во-вторых, мазыряне проиграли. И, наконец, в-третьих, они не заставили соперников начать с центра поля. А «Сухарь», между прочим, засушил экс-вратарь Южан Денис Садовский. Пушкари, наоборот, две предыдущие встречи проиграли. Причем обе с сухим счетом. 0-3 Мазыряном и 0-2 Брещаном. «Арсенал» и «Слуцк» соседствуют в таблице. Занимают в ней, соответственно, девятое и десятое места. И разделяет их только одну очку. Следующий субботний поединок «Шахтер-Бате» стартует 11 мая в 19 часов. И эти клубы имеют очень скромные показатели результативности. Соответственно, всего 3 и 4 гола. Причем только они и еще Днепр не забивали больше одного мяча в матче. Борисовчане при этом придерживаются удивительного алгоритма. Они строго чередуют поединки, в которых отличались по одному разу, с теми, где не забивали вообще. Любопытно, что в грядущем матче случится противостояние самого молодого и самого опытного главных тренеров высшей лиги. Станислав Суворов на 29 лет моложе Игоря Крюшенко. Соперников объединяет то, что после побед в первом туре в шести следующих они не выигрывали. Правда, у команд тут разные слагаемые. У солигорчан ничья плюс 5 поражений подряд, у борисовчан 3 поражения и 3 ничьи. Мирный исход 1-1 в предыдущем туре в поединке желто-сидих с волками примечателен тем, что арбитр обошелся без предупреждений игрокам. Это лишь второй подобный случай в турнире. Раньше горчищников не было во встрече третьего тура «Шахтер» «Динамо» «Бресс». Так что и борисовчане, и солигорчане поучаствовали в двух самых каретных встречах чемпионата. Это будет юбилейный 60-й матч между соперниками высшей лиги. У Батэ почти двукратное преимущество в соотношении побед. 28 на 15. Плюс еще было 16 ничьих. 7 июня 2004 года горняки на своем поле выиграли со счетом 5-1. Для борисовчан это одно из двух самых крупных поражений в чемпионате. В прошлом году в обеих встречах этих команд не обошлось без удалений. Помните, 6 июля Батэ дома выиграл 2-0. И на 90-й плюс 4-й добавленной минуте тогда Валерий Громык реализовал пенальти. А назначен он был за фолл последней надежды со стороны вратаря Сергея Игнатовича, перед которым, конечно же, зажегся красный свет. Гости уже провели все пять замен. И место в воротах занял Никита Корзун. Громыко его переиграл. А 2 декабря, когда Шахтер дома взял реванш 3-0, на 83-й минуте был удален защитник гостей Матвей Свидинский. Ему, кстати, 12 мая исполнится 20 лет. Субботняя программа 8-го тура завершится 11 мая в Бресте, где Динамо в 21 час начнет выяснять отношения с Гомелем. И станет оно это делать в 56-й раз. Белоголубые были сильнее в 21-м случае. Зеленобелые в 26-ти. И всего 8 раз клубы делили очки. В прошлом году в двух встречах чемпионата они забили в сумме 11 мячей. А пять из них было на счету Михаила Гордейчука. В городе Надбугом разошлись с миром 3-3. Тут у нападающего был Хитрик. А вот на берегах Сожа победили динамовцы 4-1. Здесь бомбардир отметился дублем. Если Михаил отличится и послезавтра, то продолжит и еще одну серию. Ведь в каждом из двух предыдущих поединков нынешнего чемпионата он забивал. Всего у него в турнире 5 голов. Столько же и еще у двух лидеров бомбардирской гонки. Гомельчанина Роди Эфагей и Мазырянина Павла Чикиды. Причем Габонец забивал в каждой из трех последних встреч дружиной Андрея Горовцова. И еще вот о чем. У динамовцев сейчас предюбилейное состояние. Они забили в высшей лиге 1199 мячей. Кстати, в этом чемпионате они забили больше всех 17 мячей. И только они отличались в каждом матче. О воскресных встречах я расскажу чуть позже. А пока Яна Костюкевич познакомит вас с новостями белорусского футбола. Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами рубрика Профутбол Ньюз. Казанский Рубин, в составе которого выступает Александр Мартынович, увез с матча против московского ЦСКА 1 балл, сумев забить мяч на 92-й минуте и установить окончательные цифры на табло 2-2. Белорусский защитник Рубиновых Александр Мартынович вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл весь матч. После 27-го тура Рубин занимает девятую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, набрав 38 баллов. Екатеринбургский Урал под руководством Виктора Гончаренко сумел отыграться и вырвал победу над Калининградской Балтикой. На 95-й минуте 2-1 в рамках 27-го тура премьер-лиги. В составе шмелей с первых минут на поле вышел Егор Филипенко, который был заменен после перерыва. Валерий Бочаров, Владислав Малькевич и Артем Концевой остались на скамейке запасных. Денис Щербицкий отсутствовал в заявке на матч. В стартовом составе болтийцев вышли Виталий Лисакович, отмечившийся голом на 16-й секунде, и был заменен на 75-й минуте встречи. И Юрий Ковалев, отдавший голевую передачу, которого заменили на 85-й минуте матча. Матч против Мозырской Слави стал для Слуцка 300-м в истории выступления команды в высшей лиге. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Всего за время выступления в элитном дивизионе белорусского футбола СФК Слуцк одержал 88 побед, 75 раз сыграл в ничью и 137 раз потерпел поражение. Встреча 32-го тура португальского чемпионата завершилась со счетом 0-0. Белорусский форвард Ороки Владислав Мороза впервые за время нахождения в португальском чемпионате вышел в стартовом составе и был заменен на 83-й минуты встречи. Орока располагается на седьмой позиции в турнирной таблице, набрав 46 пунктов. Сборная Белоруссии из футболистов не старше 15 лет проводит учебно-тренировочный сбор. Вчера, 8 мая, наши парни под руководством Юрия Мархеля прибыли в Ереван. Уже сегодня прошел матч против сверстников из Кипра. Впереди матч против сборной Армении. Игра пройдет 11 мая и начнется в 14.00. А 13 мая наши ребята сыграют со сверстниками из Молдовы. Второй месяц подряд награды лучших месяцев уезжают в Мозырь. Лучшим игроком апреля стал Кристиан Дросс, а лучшим коучем Иван Биончик. Первое место в таблице сулит еще и индивидуальные награды. К слову, идущим четвертым в таблице Неман тоже не остался без статуэтки. Автором лучшего гола апреля стал форвард Гродненцев Леонард Гвет. С вами была Яна Костюкевич и новости белорусского футбола. В воскресенье 12 мая будут сыграны еще три встречи восьмого тура. В 16.00 в Молодечно стартует поединок Ислач-Динамо-Минск. И здесь есть повод вспомнить о бомбардирской серии. Ведь форвард-хозяев Александр Шестюк поражал ворота соперников в трех предыдущих встречах подряд. И сделал это четыре раза. Перед сезоном клубы обменялись защитниками. Вадим Пигас перешел из Ислачи в стад Минчан. А Иван Ховалко проследовал в обратном направлении. В этом году соперники уже встречались. 24 февраля спарринг остался за Динамовцами 2-1. Всего же в чемпионате они провели 16 матчей. Волки выиграли три из них. Динамовцы 10. Любопытно, что одна из всего трех викторий клуба из Минского района 3-1 случилась в самом первом поединке этих клубов в элите. 25 июня 2016 года. Не забуду поздравить нападающего гостей Раймонда Деолу. В день матча ему исполнится 23 года. А в 18 часов воскресенья 12 мая молодечно передаст эстафету Жодина. Торпеда, Белас, Нафтан. Так выглядит афиша следующего матча. 37 предыдущих встреч этих команд обеспечили автозаводцам почти двухкратное преимущество в соотношении побед. 19 на 10. Интересно, что оно было достигнуто за счет удачной игры торпедовцев в Новополоцке. Ведь при своих болельщиках из 19 поединков подопечные Дмитрия Молоша выиграли 9, а 8 проиграли. Безвыигрышная серия северян в этом противостоянии составляет уже 10 встреч. 8 поражений и 2 ничьи. Последняя их виктория 1-0 случилась 10 лет назад, 11 июня 2014 года. В минувшем туре Жодинцы, как известно, одержали волевую победу 2-1 над минчанами-горожанами. А принес свой дубль Максима Скаверша в самой концовке игры. У него стало, как говорят, замены 3 гола в этом чемпионате. А всего их замены у него 28. Всего же футболисты, которые появлялись на поле в ходе матча, забили в чемпионате 16 мячей. Они на счету 12 игроков 9 клубов. Чаще всего 4 раза забивали игроки Жодинцев. Заключительный матч 8-го тура «Славия Неман» начнется в воскресенье 12 мая в 20 часов. Это, бесспорно, гвоздь тура. Вы же не забыли, лишь одно очко разделяет соперников. История встречи этих команд просто переполнена разными интересными фактами. Удивительное совпадение. Гродинцы не проигрывали Мозы рядом. Во-первых, в шести их последних поединках подряд 3 победы, 3 ничьи. Во-вторых, также в шести их предыдущих встречах в Мозыре 4 победы и 2 ничьи. И продолжаю. В самом первом их матче высшей лиги 10 июля 1995 года Мозыряне на юности разгромили Гродинцев. 7-0. Это одна из двух самых крупных побед Полешуков. А через 17 лет, 24 мая 2012 года, уже неманцы в родных стенах нокаутировали Южан. 8-0. Это самое крупное поражение «Славии» и одна из двух самых убедительных побед «Желто-зеленых». Всего же они встречались между собой 42 раза. И соотношение побед 19 на 14 в пользу дружины Игоря Ковалевича. А вот их матчи в Мозыре, которых было 22, сильнейшего в общем балансе не определили. У соперников тут по 9 побед и еще четырежды была подписана мировая. Ничейный результат 2-2 принесли товарищеский матч между ними 7 февраля этого года. Вот и все на сегодня. Покажем еще полное расписание тура и напомним о прямых трансляциях на телеканале «Ясное ТВ». Приходите на стадионы, включайте телевизор и поддерживайте родной белорусский футбол. И еще раз с Днем Победы, уважаемых ветеранов. Всего доброго и до встречи через неделю в программе «Профутбол». Субтитры сделал DimaTorzok